Сегодня мы сказали, что есть замечательный продукт, который действительно может нам, правда, сохранить дороги, продлить молодость, активность, продлить жизнь. И есть еще возможность замечательного благодаря этой же компании изменить свою жизнь, сделать ее, ну, скажем, более яркой. Значит, какие возможности предоставляет компания Холайф? Она предоставляет возможность изменить жизнь, жить немножко по-другому, жизнь, другой жизнью, чем мы думаем. И для этого я хотела бы вернуть всех нас в детство. У каждого из нас присутствующих здесь есть маленькие дети, у них есть маленькие внуки. И вы прекрасно знаете, что для этих маленьких одно очень важное слово «Я хочу». Купи. Я хочу это, я хочу это. Я когда иду со своей внучкой, бабуся, я хочу это. А это мне будет, бабуся. А это у меня будет, бабуся. А я вот это, а вот это. Правда ведь так? А теперь спросите себя, когда вы в последний раз говорили «Я хочу» и хотели что-то для себя. Мы вот такие маленькие, конопатые с веснушками, мечтаем грандиозно. И у нас тогда нет никаких ограничений, у нас нет никаких страхов. Мы не знаем слова, что это невозможно, что это нереально. Мы знаем, что все может, все возможно. Потому что мы думаем, так и будет. Но мы взрослеем. Мы перестаем мечтать. Мы перестаем хотеть. Мы ограничиваем себя в своих желаниях. И называем это, что мы не стали мудрыми. Нам это не надо. Да без этого мы можем обойтись. А вот это лучше ребенку. А вот это мужу. А вот это еще. А мне потом. И если у нас с возраста уменьшается, и мы назваем, инвалирует белочковая железа, то то, что у нас уменьшается, инвалирует желательная железа, наша хотелка, в этом повинны только мы. Надо продолжать хотеть. Но если всего, сейчас я вам скажу, закройте глаза, вспомните себя такой маленькой конопатенькой, что вы хотели. Вспомните себя в 16 лет, когда вы заканчивали школу. И тоже считали, что перед вами весь мир открыт по неограниченных возможностей. И что вы имеете сейчас? Имеете ли вы то, о чем вы мечтали? Имеете ли вы то, чего вы считаете достойным? Правда. Вряд ли. Но все можно изменить. В любое время. Не имеет значения когда. Не имеет значения сколько лет. Не имеет значения какое образование. Не имеет значения вероисповедания. Не имеет значения, где вы живете. В большом городе или маленьком. Важно, что вы хотите. И что вы готовы ради этого сделать. Вы готовы сделать очень много. Потому что сегодня вы не дома, не на диване, не на курсе, не перед телевизором. Вы не живете чужой жизнью героев сериала. Вы хотите жить своей жизнью. И хотите жить жизнью своей семьи. Поэтому, если вы хотите иметь то, чего мы не имели раньше, то начните делать то, чего не делали раньше. В свое время я тоже так начала. И вот я сейчас присел и в объектив скажу, как был момент, ну, наверное, лет семь назад, да, восемь. Когда Юлина и Раиса Ивановна у нас учились на курсах информационной медицине, они уже начали заниматься сетевым. И мы общались. Я смотрю, такие умные, такие профессионалы, такие замечательные. Тут они говорят, что это про сетевой. Я так тихонечко уже так в стороне от всех остальных врачей. Мы берем с ними кофе и говорю, девочки. Ну, ну, когда-то говорят, что у нас стоит девочка. Чтобы вы поняли, про кого мы говорили, девочки, Ирина и Раиса. Я говорю, девочки, ну, что такие умные врачи. Как вы сидели, куда вы влезли? Это были мои слова. Они мне вспоминают теперь постоянно. Но, когда ты живешь, и мозги не атрофировались, и ты анализируешь, что происходит в твоей жизни, что ты имеешь, сколько ты вкладываешь, и что ты имеешь обратно, какую отдачу, то понимаешь, что какое-то несоответствие, и надо что-то. Ну, не может быть, вот те говорят, те говорят, пишут, умные люди, богатые люди, миллионеры, а ты такая умная, и тоже, или если ты такая умная, что ж ты такая детка? Вопрос тебе задаешь. И, значит, надо делать то, чего не делала раньше. Поэтому я стала изучать вот такой вид бизнеса, как сетевой. Но если мы говорим, что я убедилась, что это эффективно, что это серьезный бизнес, что это имеет под собой абсолютно реальную, объективную возможность заработать деньги, значит, следующий вопрос идет. Выбор партнера. Это не менее важно, чем выбор партнера в жизни. Правда? Партнер должен быть надежным. Партнер должен быть сам по себе богатым. Партнер должен иметь фишку, которая будет отличать его от всех других, и это обеспечить успешный бизнес. И что, почему я лично выбрала, и я счастлива, что выбрали и мы, компанию Фалай. Это ключ к оптимальной жизни из-за того, что то, что они имеют, это фишка, это эксклюзив. Выходить на рынок, если ты имеешь продукт, которого нет ни у кого, это гарантия вашего успешного бизнеса. Потому что при всем уважении к любым компаниям, которые присутствуют на ВЛС рынке в Украине или в мировом ВЛС рынке, но, как правило, они все предлагают одно и то же. Они предлагают вещество. Они, по удару, есть у всех. Правда? Паша Очакова есть у всех. Американских, российских, украинских. Кургинсиат. Есть уже и украинских, и в российских компаниях. Где берут, как берут, какое техническое обеспечение, какое производство. Не в этом дело. Но одинаковый ассортимент. И только одна компания на ВЛС рынке предлагает, во-первых, информационный иммунокорректор. Это раз, не вещество, а информацию. И во-вторых, то, что является частицей нашего организма. Когда мы говорим о здоровье, мы делаем акцент на натуральных продуктах. Потому что мы являемся объектом природы. И также экиноцерия, и тоже полгария являются объектом природы. Большое физиологическое раствор растения и нашего организма. Но компания ФОЛАТ предлагает эндогенный продукт. Продукт, который является частицей нашего организма. Предусмотрел Господь, чтобы у каждого из нас была молекула трансфер-фактора. И возложил на нее функцию. Учителя, тренера для иммунной системы. И, как мы сегодня говорим, это интеллект иммунной системы. Но не предусмотрел Господь, чтобы в организм была экиноцея или полгария. Понимаете, к чему я это веду? Да, на короткое время нам нужны какие-то другие препараты, какие-то вещества. Но для того, чтобы обучать наш организм, учителя нужны постоянно. Мне уже, мне еще только. И все равно я учусь, и мне нужны учителя. И точно так же клеточкам нашего организма на протяжении всей жизни нужны учителя, которые будут подсказывать, как правильно работать в конкретной ситуации. Поэтому мы выбрали компанию «Фалайф» из-за того, что жизнь, полная энергия, полное здоровье и обученная этими молекулами трансфер-фактора, она обеспечит нам ключ к успеху. Замечательная компания, с замечательными кучей ведителями. Вы видели уже несколько фотографий, которые показывал Валерий Ярославович. И я хочу сказать, что эти люди, когда мы впервые их увидели, мы поняли, что трансфер-фактор, ну скажем так, Господь не зря выбрал именно этих людей проводниками этой информации очень важной. Потому что люди, для которых слово «миссия» и «духовность» не пустой звук, а это стиль и смысл их жизни. Что важно для компании? Мы должны выбирать себе партнера, который постоянно в развитии, который растет, динамизм проявляет. И вот смотрите, компания «Фалайф» молодая, всего 12 лет на рынке, но в 2003 году она заняла 15-е место среди наиболее быстро развивающихся компаний. Вы знакомы все с этим изданием 500, и вот в этом издании среди 500 компаний, компания «Фалайф» 15-е место, как одна из быстро развивающихся. А это данные за 2010 год. И обратите внимание, эти цифры говорят о увеличении объема продаж, увеличении роста рынка в разных странах. Вот Малайзия на первом месте за 2010 году, на втором месте Германия. Это нас всех удивило, потому что очень консервативные, очень тёпорные, такие осторожные немцы, они очень активно включились в сетевой бизнес именно с компанией «Фалайф». И на третьем месте, посмотрите, Евразия – это рынок Украина, Россия, Казахстан, Пирогестан и сейчас Молдова. Мы на третьем месте по динамике развития этого бизнеса. Мы – страны, для которых экономический кризис, ну, не пустой звук. И если в этот сложный экономический период наша страна, наш рынок показывает вот такое динамическое развитие, это говорит о том, что эксклюзивный продукт, правильный маркетинг-план и правильно продуманная политика компании обеспечивают вот такое успешное развитие. Дальше. Очень важно обратить внимание, какой рейтинг занимает компания, с которой вы хотите вести бизнес. Есть в Нью-Йоркском университете, в Чеховом университете компания, которая, Nexera, которая специализируется на создании топ-рейтинга сетевых компаний. Она создала рейтинг топ-25, куда могут войти 25 самых востребованных, самых быстро развивающихся сетевых компаний. Здесь очень много требований, видите, но компания, одно из требований, минимум 10 лет в бизнесе и показывает динамическое развитие. И как только компания Фолайт, компания Фолайт исполнилась 10 лет, она была включена в топ-рейтинг 25, потому что по другим параметрам она давно соответствовала этим требованиям. И сразу в 2009 году она заняла 11 место, а в 2010 она уже перешла на 9 место. Впереди страны, вот Эмэй, 51 год, это в принципе 50, по-моему, самая такая мощная компания, 50, 18, 35 и так далее. То есть мы говорим о том, что компания очень динамично развивается и с каждым годом становится все более востребованной на велнес-рынке. Еще одно. Вот этого мужчину, это руководитель научного отдела компании Фолайт, он говорит о том, что главным отличием компании Фолайт, ее названия полны, Фолайт-ресечки, исследования для жизни. В самом названии идет, подчеркивается, принадлежность, приверженность к научным исследованиям. И именно эта компания, она отличается от других заинтересованностью в научных исследованиях. Вот это очень важно. Теперь смотрите еще. Компания с момента своего создания учредила научно-консультационный совет на рынке Европы и Америки, куда вошли известные специалисты по нутрициологии, по вареологии, по варенес-индустрии, профессора, доктора наук из Европы и из Америки. Как только компания вышла на рынок бывшего Советского Союза, русскоязычный рынок, значит, она создала научный консультационный совет рынка Евразия, куда были включены ведущие научные ученые, ученые-специалисты по разных направлениям медицины из стран бывшего Советского Союза. Возглавляет этот совет Эмма Аганова, она доктор медицинских наук, бывшая наша соотечественница из Еревана. И в ходе совет академик Воробьев, академик Тутерян и академик Суханов. Совет из академиков, известных ученых. И члены совета. Вот у нас с Украины профессор Драник, вы знаете, наш известный иммунолог, заведующий кафедрой иммунологии, директор Украинского института иммунологии и аллергологии. Профессор Лапшиев, доктор медицинских наук из Института фигиатрии, шерства и гинекологии. То есть это ведущие научно-медицинские учреждения, это ученые, известные далеко за пределами Украины. Вот тот же Киселевский, о котором я говорила, и много других ученых. Дальше. Компания представляет, когда она выходит на рынок страны, где она начинает свою бизнес-деятельность, она соблюдает все законодательство этой страны. И прежде всего она обеспечивает научную поддержку и юридическую поддержку. Что мы имеем в Украине? Мы имеем информационное письмо Министерства здравоохранения Украины, которое вышло в 2009 году под рубрикой о новом введении в системе здравоохранения. А именно, применение трансфер-фактор к профилактике и лечении гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний. Это информационное письмо Минздрава. Там есть и ход, весь научные исследования, которые проводились в Украине, и там есть рекомендательные дозировки при различных состояниях. И обращаю ваше внимание, в эту схему включены даже новорожденные. Отдельным пунктом идет детям до 3 месяцев. Вы прекрасно знаете, что на все БАДы не рекомендуется Минздравам до 7 лет назначать БАДы детям, правда? Здесь же информационное письмо даже новорожденные. Потому что продукт такой, который должен быть в человеке постоянно и который должен получать новорожденные с первого момента своей жизни. Вы знаете, как красиво говорит профессор Драни по поводу этих трансфер-факторов? Он говорит, Господь вложил в Морозева матери инструкцию для иммунной системы ребенка и записал ее на флешки, на молекулы трансфер-факторов. Вот это очень важно, это надо помнить. Это действительно нужно всем. Дальше. Мы имеем научные отчеты о клинических исследованиях, которые проводились в Институте педиатрии обширств и гинекологии по женской патологии, в смысле по патологии генитальной сферы у женщин фертильного возраста, по деткам в Институте педиатрии обширств и гинекологии, по деткам в Медуниверситете Богомольца, по иммунологии, по онкологии в Одесском медицинском университете. Кроме того, мы имеем сертификаты в Министерстве здравоохранения и санитарно-гинеческую экспертизу на эти препараты, которые есть на нашем рынке. Очень важно для каждого, наверное, из нас то, что это не просто бизнес, это бизнес, в основе которого лежит миссия представить трансфер-фактор миру и вместе строить жизнь. Вот этот вариант и представлять, давать информацию. Ведь что делает трансфер-фактор в организме? Он несет жизненно важную информацию каждой клеточки. И точно так же, такую же роль выполняют дистрибьюторы. Они несут информацию об этом продукте каждому. Другое дело, как это провелирует человек. Может, он сегодня не услышал. Точно так же, как не услышала клеточка, которая больная, которая в бессознательном состоянии. Но завтра она придет в себя и получит эту информацию, и будет ей пользоваться. И вот то, о чем я говорила. Смотрите, девиз компании. Компания, как мы считаем, это бизнес-компания, это бизнес-проект. Но на первом месте наука. Потому что сегодня мы прекрасно понимаем, если вкладывать деньги в науку, то завтра и послезавтра мы будем снова первыми. И вот то, что компания является лидером в сфере нано-технологий, а не на несколько шагов опережая другие сетевые компании, которые работают на валной стройке, это тоже гарантия успеха. Гарантия успеха. И слово успех вторые в дивизии. Но я хочу обратить ваше внимание еще на это слово «служение». В английском это идет как сервис. Но учредитель компании Дэвид Лизенби при встрече, он подчеркивает, он делает акцент на это. Это не сервис как обслуживание. Это сервис означает служение. Служение людям, служение дел, служение миссии, служение своему предназначению на земле. Вот это для меня очень важно. Потом, безусловно, для нас очень важно, какие морально-этические принципы у руководства, у этой компании. И совпадают ли они с нашими? Я абсолютно уверена, что никому из присутствующих не важно получить деньги или финансовую независимость любой ценой. Мы хотим на протяжении своей жизни уважать себя. Мы хотим делать доброе дело, быть полезными, выполнять вот свое предназначение, но при этом получать еще и деньги. Мы хотим честного бизнеса, мы хотим этичного бизнеса. И вот именно этичные позиции компании, они очень важны. И здесь я хочу сказать, знаете что, кроме того, что здесь написано, вот помогает компания детскому приюту Каса Росада в Доминиканской республике. Они сейчас построили новые здания, они поддерживают, постоянно финансируют. Именно на их деньги существует это. Постоянная помощь тем, кто нуждается в конкретный момент. Вот сейчас идет акция помощи пострадавшим от землетрясения в Японии. И помогать другим, это так же естественно, как жить, как дышать. И я вспоминаю нашу первую встречу с руководством. Это было в Греции на острове Крит. И перед нами выступал президент компании Стив Ту. Это было уже заключительной нашей встречи. Мы уже услышали, насколько эффективным является продукт, какая серьезная научная поддержка, какие возможности в финансовом плане. И он говорит вам, вы начинаете принимать трансфер-фактор. Вы на себе почувствуете, насколько он эффективен. Вы будете здоровы, вы будете энергичны, вы будете успешны. Вы будете успешны, у вас появятся деньги, большие деньги. Делает паузу и говорит, не потеряйте душу. Понимаете, президент компании не сказал ни слова, давайте объемы, давайте рост, давайте продажи. Он говорит, вы будете принимать, вы будете здоровы и успешны. У вас появится деньги, но помните, по душе. Я тогда поняла, что Господь снова проявил любовь ко мне, дал мне информацию, помог мне сделать правильный выбор. И это очень здорово, что я тогда эти слова услышала, и я понимаю, что мне по пути с этими людьми дальше по жизни. И вот я говорила про Касса Росада, вот эта женщина, которая руководит этим детским приютом, они помогают этим деткам. А вот эти парни, это первый выпуск этой школы. Эти парни хорошо учились, и компания For Life проплачивает им обучение в колледже. И подарила им ноутбуки для того, чтобы они успешно учились. Это первый выпуск, это успешно. И насколько важно, что эти дети, брошенные без родителей, они имеют поддержку, они имеют свой дом, куда они могут приезжать в любое время. И они имеют еще и материальную поддержку. Компания делает очень много, у нее есть призов и премий для тех, кто занимается благотворительностью. Вот на прошлой конвенции из Данио Гасси, а он получил приз, видите, дающая рука, открытая дающая рука, за то, что дает, делится тем, что имеет, что получает, чтобы помочь максимальному количеству людей, которые его окружают. И девиз, вы прекрасно знаете эти слова, мы не делаем большие дела, мы делаем малые дела, но с большой любовью. Я не помню, какую книжку я прочитала, но мне очень понравилась эта фраза, что самый главный урок, который мы должны усвоить за этот короткий наш земной промежуток жизни, это урок любви. Научиться любить. Любовью безусловной. Нет, что я тебя люблю, а ты не за это что. А любить просто так. И вот этот пример, когда ты что можешь, помогаешь максимальному количеству людей помочь, это очень важно. Вы знаете, мне очень понравилось, как неназойливо залучает благотворительность и компания. Вот это мы в Америке на конвенции, а компания еще поддерживает фонд одиноких матерей. И они закупают все принадлежности для школы. И вот во время конвенции в большом зале очень много столов. И наша задача, только вот это все, что необходимо для школы, разложить рюкзачки. Казалось бы, ну что. За их деньги они это все купили, они это все организовали. Мы только разложили. Но когда мы отходили из этого зала, мы только работали всего полчасика каких-то. Нас привыкли, встречали женщины и давили нам такие открыточки с сердцем и благодарились за участие. Вы знаете, мне даже стыдно стало, что я, собственно говоря, ничего не сделала, а получила благодарность. Но это так зацепило, что теперь вот я пытаюсь отслеживать каждый месяц, чтобы была какая-то благотворительность, чтобы было отдана безвозмездно, просто так, хоть кому-то, чтобы это продолжить. Ну вот эти продукты мы видели. Хочу обратить внимание вот еще по поводу надежности компании и GMP. Это тоже очень важно, потому что GMP это требование наивысшего международного стандарта фармпрепаратов. И при всей моей любви к Украине и при всем моем патриотизме, к огромному сожалению, у нас до 10 продуктов фармпрепаратов, которые производятся в Украине, соответствуют и требованиям GMP. Ни один фитопрепарат и ни один факт украинского производства не соответствуют этим требованиям. Это гарантия надежности, это гарантия качества. Об этом тоже надо помнить. Вот сертификаты, о которых я говорила. И вот этот ГРЭС безопасности, FDA контроль, Валерий Славович говорил по поводу безопасности для приема людей. И очень важен вот этот справочник. Поэтому если кто-то говорит, что Америка об этом не знает, не знают и у нас. Те, кто не хочет знать, кто не держит трубку на пульсе, кто не следит за тем новым, что появляется. А так с 2003 года каждый год включается в этот справочник продукты компании For Life. Тот же сертификат, о котором говорил Валерий Ярославович. И какие условия сотрудничества с компанией. Значит, здесь самое главное быть пользователем. Почему вот эта месячная закупка 100 баллов, это 2-3 баночки, это для дистрибьютора. Потому что если дистрибьютор сам не принимает, он не уверен в том, он на себе не испытал, как работает этот продукт. И если ты не уверен, ты не можешь эту уверенность передать другим. Знаете, есть выражение, как можно заразить, если ты сам не болен. Или как можно зажечь, если ты сам не горишь. Вот вначале испытать на себе, на своих родных и близких. И когда вы уверены, что оно работает, что оно помогает, в любой ситуации, безусловно, вы будете успешны. Не продавать. Ну, скажем так, мало людей по статистике умеют и любят продавать. Поэтому я принимаю для себя, я вижу результат и я делюсь информацией. Хотя, с другой стороны, мы говорим, что мы всегда все продаем. И себя продаем, подаем как, и продвигаем информацию о компании, и компанию продаем. Но это продажа информационная. Это не носиться с баночками, это не рассказывать. Это, как говорит Сергей Азимов, как впихнуть непихуемое. Ну вот, как что-то там. Не надо, я вам сказала. Хочешь, принимай эту информацию. Не хочешь, я пошла раньше, потому что там уже ждет человек. Кому это жизненно необходимо. И второе. Подписание контракта. 25 долларов всего стоит подписание контракта. И вы выкупаете каждый месяц минимальную продукцию. Это от пределов 160-170 долларов. Это то, что необходимо. Или кардио, и плюс, и плюс кардио, и глюкоуч, или еще какая-то комбинация. Но именно то, что необходимо для поддержания здоровья вам. Что компания может предложить нам как дистрибьютора? Ну, по поводу, есть один аспект. Вы знаете все, как я понимаю, здесь все продвинутые. Причем продвинутые сетевом значительно больше и дальше, чем я. Вы знаете, что есть такое понятие, как личный объем. Вот здесь личный объем 100 баллов. 2-3 баночки для личного пользы. Но, если вы взяли больше, как, например, я беру всегда больше. Потому что я беру для себя advanced или классический, кардио и плюс. Я беру для мамы то же самое. И еще иногда в любую помощь присоединяю. И у меня получается больше 300 баллов каждый месяц. Муж берет для себя, дочка берет для себя отдельно. Получается. И если я выкупила 300 баллов в месяц, то 100 баллов мы снимаем. Потому что это моя активность ежемесячная, дистрибьюторская. А из 200 баллов я получаю 25%, я получаю 50 долларов. Сразу хочу сказать, что очень мало есть компаний, которые дистрибьюторам выплачивают бонусы за то, что они превысили свой личный объем. Во-первых, он небольшой, всего 100 баллов. И небольшая сумма для подтверждения своей активности и получения денег со всей структурой. А во-вторых, вы имеете возможность, если вы взяли на свой номер для соседки, для подружки, для родственницы, вы имеете возможность уже вот здесь покупать деньги. Второй вариант, что вы имеете. В компании Фолайф есть два понятия. Спонсор и инройлер. Он спонсор характерно для всех сетевых компаний. Компания Фолайф разделила это понятие на два. Инройлер – это человек, который дал вам информацию впервые. Не имеет значения, что он вам сейчас, там, Валерий Руслович рассказывает, я рассказываю. Я не инройлер. Я озвучиваю тех людей, которые вам дали информацию. Обратите внимание, классный продукт, классная компания, возможность бизнес-проекта хорошего. Вот это первый инройлер. Инройлерство очень важно, потому что вы первыми дали информацию. И за это компания вам платит 25% от объема первой закупки вашего дистрибтора. Взял человек на 100 баллов 2 баночки или 3, вам заплатили 25 долларов. Взял он на 200, вам заплатили 50 долларов. Вы купил он на 400, вы получили 25% 100 долларов. То есть вы имеете еще одну ячейку дохода в зависимости от того, как сработал ваш новый дистрибьютор. Ну и еще спонсорство – это под кого поставили этого человека. Если, например, там Ирина или Раиса вам сказали и под себя поставили, они для вас и инройлер, и спонсор. Если Ирина дала информацию, а поставила под Раису, значит Ирина спонсор, Раиса, Ирина инройлер, Раиса спонсор. Получаете 2 мамочки, которые будут помогать и поддерживать. Ну и по поводу возможности старта. Вы познакомились с продуктом, вам продукт понравился, вы увидели его эффективность, вы решили подписать соглашение, вы его подписали. И следующий ваш шаг – это выбор старта. Как вы можете стартовать? Один вариант – это лидер, когда вы покупаете первый раз на 100 баллов. Что это дает вам? Вы получаете первый раз 25%, ой, здесь ошибка – это 2%. С первой линии вы получаете 2%, со второй 25% и с третьего уровня 5%. Но, подчеркивая, с трех уровней 32%. На сегодняшний день ни один маркетинг-план ни одной компании не дает с трех уровней 32%. Это большие деньги сразу ощущаются со второго уровня и в общей сложности с трех уровней. Три уровня постройки – это не так сложно. У нас уже есть, ну вот, клышка, да, под ней Кузьмина, под Кузьминой есть Power Pool, это уже у нее третья линия. И дальше идет четвертая, Селикова под нами тоже, которая активно строит. Вот человек не опомнился, месяц-два, у него уже четвертая линия. А здесь четвертая линия нет. Пока вы лидер, вы получаете деньги только с трех уровней. Хорошие деньги, 32%, но только с трех уровней. Но, если вы даймонд, если вы на старте сразу выкупили 400 баллов, то вы имеете 2% с первого уровня, 25% со второго, 5% с третьего. И начиная с четвертого уровня и вниз до бесконечности, вы получаете 6%. Вот это уже более серьезные деньги. Если вы не успели стартовать как даймонд, вы можете на этот уровень выйти квалификационно, но об этом чуть позже. Значит, я хочу вот эту разницу, чтобы вы уловили. Выгодно вступать как даймонд на 400, потому что вы сразу гарантируете себе доходы и всю глубину. Это раз. Во-вторых, если вы выкупаете на 400 баллов, вы получаете дополнительно 5% скидки. И хочу сказать, мы сегодня говорим о... Мы говорили вначале о молдавском феномене. Сейчас мы еще и о монгольском феномене говорим. Почему? Потому что Монголия маленькая страна, где всего третий год работает компания. Страна с населением 2 миллиона... 2 миллиарда 800... 2 миллиона... 2 миллиона 800, да. 2 миллиона 800. У нас в Украине сколько там мы говорили? 50... Ну, 40, 8, 49. Но сравните цифры. За три года у них там уровень золотого, 4, интернациональный. То есть идут большие объемы. И они все вступают на 400. Точно так же работает Молдова. Рынок не открыть еще. Продукции еще не сертифицированы. Они вступают на 400. Я спрашиваю лидера Валеру Дукнара, вот и Раиса Станерина Юза, с ним знакомы Татьяна. Как? Ну, люди же бедные, беднее, чем в Украине. А он говорит, потому что бедные, потому и умеют считать деньги. Я сказала, ты можешь купить Трансфер Фактор Плюс там за 80, а можешь за 84, а можешь за 80. Так, если у тебя нет денег, как ты купишь? За 84? Нет, конечно, ты постараешься купить за 80. Сэкономим на каждой баночке 4 доллара. Это же деньги, деньги. А если ты берешь на 400 баллов, сколько ты денег экономишь? Ну, 35 долларов где-то сэкономишь. Это же тоже хорошие деньги. Да, согласна. А второй вопрос. Так у меня же нет сразу 620 долларов, чтобы это все выкупить. У нас пока на рынке Украины, Евро, России, Молдовы такая ситуация, что вы можете вот это количество баллов 400 набрать на протяжении месяца. Вы можете сделать несколько закупок, и когда вы последние делаете, все суммируется, с этой снимается 5%, и вы на эти 35 долларов или 33, сколько там получается, вы платите меньше. То есть вы уже заработали. Но вы потом зарабатываете 100 долларов с каждого человека. Вот это очень важно. И этим надо пользоваться именно потому, что мы не так богаты, чтобы тратить деньги по 3-4 доллара на одной баночке. Вот это надо рассказывать людям. И еще одно. Ну вот это мы говорили 25%. И еще один очень важный момент в бонусных этих программах – это PowerPool. Что такое PowerPool? Ну, мы будем говорить образно. Компания берет 3% от своего международного дохода и делит его таким образом. 2% дает на денежные премии, а 1% на поездки на самые такие фантастические, экзотические курорты. Одним словом, компания вам разрешает буквально с первого месяца запустить руку в свой международный машинок и брать оттуда деньги. Что для этого надо, чтобы получить вот эти деньги? Значит, вам надо на протяжении одного месяца, не имеет значения в тот месяц, когда вы подписались, или на следующий, или через месяц, но на протяжении одного месяца подписать минимум 3-х человек. Можно 4, можно 5. Но эти люди, минимум 3 человека, должны выкупить минимум 100 баллов. Первый месяц срабатывает правило 25% от объема первой закупки. Вы с каждого получите по 25% от их заказа. Если человек, каждый выкупил по 100, значит с каждого по 25 у вас 75 долларов. Но, если ваши дистрибьюторы считали уменьшить отдельно, они выкупили на 400, каждый из них сразу сэкономит, сэкономит 35 долларов. Вы из каждого получаете 100 долларов в первый месяц. А PowerPull считается уже после второго месяца. Очень важно, чтобы эти 3 человека, или 4, или 5, сколько вы выкупили, на следующий месяц вы купили минимум тоже по 100 баллов. И вот тогда, по завершению второго месяца, вы получаете бонусное вознаграждение минимум 25%. То есть, если вы там подписали по 400 каждого, минимум 300 долларов еще раз. И максимум 40%. Вот эти проценты начисляются с объема первого месяца. Вот если у вас в первом месяце 3 человека по 400, это 1200 баллов, 40% это 480 долларов. Как правило, практика показывает, что в среднем это 33-35%. То есть, минимум 400-420 долларов на следующий месяц. Представьте себе, 300 в первый месяц, 420-450 в следующий месяц. Но вы помогаете своим людям, которые подписались на 400, тоже сделать на следующий месяц. И они тоже так подписывают, и тоже получают такие деньги. И вот на протяжении такой работы вы выходите буквально за 2-3 месяца на уровень Таймонда, или за 6-7 месяцев на уровень президента, и получаете значительно больше. Вот по поводу чудесного путешествия. Мы ехали сюда с Галиной и Ириной, и говорили о том, какие возможности, кроме получения денег, дают компании. А дает она увидеть мир. Причем такие страны, о которых ты даже не мог мечтать. Ну вот мы с мужем врачи, у нас есть частный медицинский бизнес. 33 года стажа. Но максимум, что мы себе могли позволить до сотрудничества с компанией, это Болгария, Египет, Турция, в принципе все. Ну там где в пределах 700 долларов за 10 дней с человека и все. Благодаря компании мы были на Пронарах, на Мадели, Остров Крит, два раза в Америке, Боли. И это все бесплатно. Это все за счет компании. Вот это путешествие, 1% от международного дохода компании выплачивается, от вас требуется добраться только до аэропорта. Все остальное, перелет, проживание в пятизвездочной гостинице, все проплачивает компания. Как можно это получить? Начиная с уровня Дальмага, когда вы делаете паутпул, ваш номер разыгрывается и вы можете выиграть. Или вы можете заработать эту поездку, выполняя определенные требования промоушена. И вот последнее путешествие, которое было с 9 по 15 марта в этом году. И которое будет с 14 октября 2011 года тоже. Оно вот так вас встретит на Бали осенью. Кто туда попадет с гирляндами орхидей? Это Люба Алимова, кто не знает, наш верхний спонсор. Кстати, хочу сказать, человек, попавший в аварию автомобильную, у которого проблемы с суставами, у которой сложно после аварии ходить, она смогла за 5 лет выйти на уровень Голд Интернешнл на зарплату 30 тысяч долларов и доказать тем, что у кого вообще нет проблем со здоровьем и ножки, и все активно двигается, это вообще ничего не стоит. Это пример тоже того, что главное, если мы хотим и ставим себе такую цель. А вот в таких прекрасных номерах вы будете жить на Бали, вот в таких полах вы будете гулять, вот в таких бассейнах замечательно, а их там полно, и можно просто с номера свои, если вы на первом этаже выходите, сразу блюхаться в бассейн, вот в таких бассейнах вы будете купаться, и вот такие экзотические коктейли вы будете в этом бассейне пить. Это Марина Ушенина, наш верхний спонсор, и, ну, это я, если не узнали. Потому что нам сильно счастливо, да, для меня это вообще в Бали разные уголоки, даже не могла себе подумать, и даже о таком не мечталась, потому что, когда Бали, я сразу взяла карту, где-то Бали находился. Ну, стыд, но географические познания как бы не позволялись, знала, что это что-то такое экзотическое. Вот такие фрукты вы будете кушать, называется рам-бутан. И очень вкусное, нежное, вот это, как каштан здесь напоминает, а вот это очень такое нежное, драглистое, очень сладенькое. Это все реально, это все реально. А потом, что очень важно, компания настолько с уважением и любовью относится к своим партнерам-дистрибьюторам, что это пребывание на курорт, на этом фантастическом месте райском уголочке, они каждый день что-то новое для нас организовывают. Ну, два дня немножко обучения, называется Академия Full Life. Мы общаемся, нам рассказывают о новости, о какие перспективы, какие возможности и так далее. Но потом все организовывают для нашего развлечения. Вот, организовывают, смотри, какие красивые столы. А это все съедобно, это просто так украшено было. Для вечера, для нашего отдыха, такой стол. Что очень интересно, знаете, как мы привыкли? Пришли, центральные столы оставляем, потому что придет начальство, но это наша психология. Хотим есть, но не можем подойти, потому что ждем команды, должны быть торжественные речи и открытие мероприятий. Наконец, уже вот так здесь крутится, смотришь, те серии, те серии. Я подхожу к офис-менеджеру, который там, Лена, из рынка Евразии, где девочки, когда будет начало. А они говорят, начинайте. Я говорю, ну хорошо, а американцы где? Что-то кто-то будет говорить, они сидят в волочке и едят уже. Это же для вас. Это для вас. Никто ни показухой не занимается. Вон вы какие хорошие, мы вам это все организовали. Они все пришли, сели скромно в волочке, а вы занимаете центральные места, идите, набирайте, что хотите. Вот это удивляет, это покоряет и восхищает. Вот это директор рынка маркетинга, отдела маркетинга. Это научный руководитель Макослан. Ну, Валерий Руслович, вы где-то уже 78, да? Сколько вы его знаете? Неопределенный возраст. Ну, неопределенный возраст. Но человек, ну такой, я его не улыбающийся, не видела ни разу еще. А это вице-президент компании СИП Эпп. Ну, это Розаня Николаевна. А, вот поплатье могу не знать. Так. Компания организовала для нас сафари-парк экскурсию, катание на слонах. Конечно, экзотика неимоверная. И смотрите, даже там вот стенд приглашает, компания ФОЛАФ приглашает вас на это. Очень интересно, там слоны обучены, они, туристов, им надевают винки такие. Ну, винки большие, две головы. Надо запихнуть туда, чтобы попасть. А, кроме того, эти слоны еще, если что-то нравится, так они могут отметить этого посетителя. А, в данном случае, они Таню отметили хобот на шляпку. Таня перепугалась, а я не вижу, я позирую. Таня перепугалась, представляете, хобот, какой это вес, как это ляпнуло на шляпку. Вот, а потом вы сможете увидеть вот у парки птиц, и вот такие попугаи, и вся вот на голову, и буду что-то там говорить. Приветствую вас Поборису, и уйти дико сейчас. Вот такого киса вы не видели. Это королевский голубь, красивый, правда? Вот это все экзотику можно там увидеть. В банке орхидеи. Охидеи, оказывается, это паразиты. И вы знаете, что, вот как-то она, Эмма Аганова сказала по поводу орхидеи. Ведь можно говорить, что орхидеи это паразиты, которые, ну, забирают соки у дерева. А можно сказать, что дерево настолько сильное, настолько щедрое, что позволяет за счет своих соков расцветать такой красоте. Все зависит от того, под каким углом мы смотрим на события. И вот эти, мы были на плантациях орхидеи, их там большое количество, самые разнообразные. Ну, опять-таки, вы все это увидите. Что еще очень важно? Американцы, ну, во всяком случае, представители компании Фолайф, очень внимательны к национальным и религиозным традициям страны, где они находятся и с кем они сотрудничают. И когда нам организовали еще один подарок, ужин в королевском храме, где пели, танцевали самые известные танцевальные коллективы в Бали, мы же шли в храм, а там в Бали шсаронги, видите, вот такие платки, ну, не полный рост сделан, они длинные. И с такими поясами, это национальная одежда, и мужчины, и женщины одевают, мужчины поверх брюк, это одевают. Вот вице-президент точно так же одел эту саронгу. Мы пришли на одно из занятий, вот вечером должна быть, должен быть этот ужин, и у каждого был подарок. Компания закупила саронги для всех участников, было 120 дистрибьюторов, чтобы уважить национальные традиции этого народа, потому что мы пойдем в храм, и мы должны пойти так, как там принято. И в то же время, чтобы у нас осталась память, что мы там были, и мы это увезли потом с собой. Это действительно очень трудно, ну, вот это Эмма Аганова, это президент рынка Евразия, наша бывшая соотечественница, а это новый платиновый даймонд. Значит, в компании есть самый высокий ранг платиновый даймонд, ну, сарплата которой от 100 тысяч долларов и выше в месяц. Это Малайзия, и это очень эмоциональный, очень энергичный человек, но, опять-таки, пример, что ни образование, ни место жительства значения не имеет. Потому что, когда он выступал перед нами, он сказал, поднимите руки, кто закончил колледж. Вы, поднимите руки, кто закончил колледж. А у нас никто не поднимал руки, потому что мы сидели с институтом, минимум одним, а то есть двумя. И никто не понимает, и вот это говорит, что здесь люди, которые закончили университет. Он говорит, какие вы счастливые, а мне так не повезло. Я даже не смог закончить школу. Он работал рабочим. И была в его жизни, у него уже было пять детей. Жена бегла, какие-то булочки продавала, он работал на заводе. И у него была ситуация, когда он после второй смены, оказалось, что в кармане нет 60 центов на автобус. И он с работы шел пешком, ночью. И он в это время спросил себе, господи, неужели это все, что ты мне готовил в этой жизни? Неужели и я до конца своей жизни, и мои дети, он будет так жить? Он говорит, я понял, что надо что-то менять. Надо делать то, чего я не делала раньше. И сегодня он, у него уже шесть детей, но у него свой дом, у него своя машина. Потому что он решил изменить что-то. Он учится, он говорит, я сейчас знаю много, но я понял одно, что люди все одинаковые по многим параметрам. И я, и президент Америки одинаково штаны одеваем через ноги, а не через голову. Но людей отличает только сила духа, только вера в себя, вера в Бога, что Бог поможет, и сила духа. Я хочу, я это сделаю, потому что только я ответственна за свою жизнь. Вот это было очень важно услышать. И, кстати, еще одна очень интересная фраза, которая касается и бизнеса, и нашей возможности изменить жизнь. Знаете, что он сказал? Он сказал, очень дорого купить телевизор, но еще дороже его смотреть. И задумайтесь, когда ты праздник. На что уходит жизнь? Мы живем не своей жизнью. Мы живем светской хроникой, смотрим, как они там. Мы живем сериалами, и кто с кем поссорился, кто с кем соединился, кто к кому вернулся. А когда мы будем жить своей жизнью? Это все не просто минут или нашего отдыха, или нашей работы. Это минуты нашей жизни. На что они уходят? Вот это тоже над этим стоит задуматься. И вот эти те танцы, которые мы там увидели, такие замечательные. Смотрите, какие красивые политики. И здесь тоже интересно так, чтобы немножко развеселить. Но они маленькие, такие грациозные, такие хрупкие эти женщины. И одна наша дистрибьютор говорит, мне так нравится ваша... Гиду, переводчику, он на русском говорил. Мне так нравится ваша женщина, такие маленькие, такие хрупкие. И он так на нее посмотрел, говорит, мне нравятся такие, как ты, 52-й размер. Так что, есть шансы. Действительно, у нас есть шансы. И теперь очень хотелось бы... Вот, запомните сегодня день. Праздничный день, хороший день. Начало месяца. Начало месяца, как лунного месяца. Запишите себе, вот через 10 лет, через день, в 2020 году, этот день, какую зарплату вы хотели бы иметь, какие бонусы, какие деньги вы бы хотели бы получать, даже не зарплату, а какие деньги вы хотели бы иметь в этом проекте. Через 10 лет. 10 тысяч, 15 тысяч, в месяц, в месяц, в месяц. Запишите себе, но запишите себе для прикова. Посмотрите, через год, через два, через три, что получится. Потому что, смотрите, какой, я прошу прощения, компания предоставляет каждому то, что он хочет. Я прекрасно понимаю, что не каждый думает о миллионе. Потому что голова не умещает. Я лично, моя голова не умещает, пока мне умеют. Моя голова даже 100 тысяч долларов не умещает. Когда я проводила презентацию, я сделала так в первом ряду, она говорит, ну вот кто хочет быть плаченым, кто хочет 100 тысяч долларов. Люди там поподнимали руки, а я сижу. Она говорит, ну ты что руку не поднимаешь? Я говорю, Люба, я на 50 пришла. Моя голова пока умещает 50. Это понятно, это надо работать головой и над головой, чтобы возможности наши расширялись. Но может кому-то для полноты счастья, для гармонии не хватает именно 700-800 тысяч долларов абсолютно реально в месяц получить эти деньги, напротив, через 3, 4, 5 месяцев. И не надо было знать, что делать. У вас и у вас уже сидят люди, которые эти деньги получают, которые не так давно присоединились к компании. Что надо делать? Значит, вы можете получить дополнительный доход, не бросая свою работу. Мы всегда осторожны. Но вот нам нужна стабильность. Нам нужна стабильность зарплаты в 100 долларов. Нам нужна стабильность постоянно бояться, что тебя уголят. Нам нужна стабильность, что ты будешь ненормированный рабочий день работать. Но это, как бы мы считаем, что это стабильность. Значит, что для этого надо, чтобы получать 700-800 долларов? 100 баллов выкупать 2-3 баночки постоянно для себя. Пригласить трех человек. Когда мы говорим о бизнесе, мы говорим о партнере, который хочет того же, что и мы. Очень много людей, у которых есть проблемы со здоровьем и финансовые проблемы, но не все они готовы решать и проблемы со здоровьем, и тем более финансовые проблемы. Кто-то говорит, господи, мне бы было только в здоровье, я ничего больше не хочу, мне этих 100 долларов пенсии хватит. Я немножечко туда-сюда, какой-то огород еще есть, я как-то вытяну. Другой хочет, вот ему надо этих 700-800 долларов для его жизни, и он готов после работы идти, ехать на семинары, слушать, обучаться. Значит, он найти три человека таких же и помочь этим трем людям сделать то же самое, найти себе три партнера. И тогда, что вы будете иметь? Вот вы будете иметь такую картинку и такие деньги. Значит, у вас будет три человека в первом, уровне 9 во втором, в третьем 27 и в четвертом 81. А в деньгах это выливается вот в такую сумму. Абсолютно спокойно один раз подергались, поискали этих трех человек, но эта зарплата вам гарантирована. Но при условии, что вы держите фокус на своей цели, что вы не распыляетесь, потому что если сегодня одно, завтра второе, таких результатов не будет. Конечно, это сложно. И опять-таки Саник Дин говорит, можно съесть человеку слона? Ну, конечно, нельзя. За один день нет, а за год? А если он не один? А если 100 человек? Значит, это все реально. Нужна команда и нужно время. Но эти деньги не так уж и много, когда они есть. Оказывается, ну, можно поехать в Египет, отдохнуть. Можно отремонтировать машину, но новые за такие деньги не купишь. Можно купить себе компьютер или там ноутбук выучный. Но это хорошо, но лучше, другое. Если вы хотите 2-3 года активно поработать и уйти в оплачиваемый отпуск. Значит, нужно вступить на 400 или закрыть ранг даймонда, пригласить 6 человек, которые тоже хотят 8-10 тысяч долларов в месяц. 6 человек, не 160 и не 600, а 6 человек, которые хотят серьезных денег и серьезного бизнеса. Это не обязательно, что вы найдете их за месяц, за два, даже не за год. Даже не за год. Но у вас есть такая цель, и вы их ищите. И тогда у вас будет серьезная структура, но, соответственно, и более серьезные деньги. Мы посчитаем просто деньги. Год до 10 тысяч долларов дохода в месяц. Для кого, чья голова не умещает цифру 10 тысяч долларов в месяц? Кто не знает, что с ними делать? Есть какие-то проблемы? Нашли применение этих 10 тысяч долларов? Нашли? Ну все. Значит, если нашли, потому что это серьезно. И люди говорят, да, мне надо миллион. А что ты с ним будешь делать? И вообще, как он зарабатывается, ты знаешь, что для этого ты готов делать? Это реальные деньги, но это надо работать. И вы все имеете опыт в сетевом бизнесе, вы прекрасно знаете, что в сетевом бизнесе деньги на вору не падают. Их зарабатывают. Но их зарабатывают реально. Если я 33 года в медицине, и государство мне назначило пенсию. Вот я на пенсии. Государство мне назначило пенсию 1200 гривен. Но реально в Киеве прожить на 1200 гривен. Да нереально. Но если здесь я имею зарплату, бонусы, работает только 5 лет. 6 тысяч долларов за 5 лет. Ну вот посчитаем через год, через два, через три, сколько. Ну я считаю, что к концу года я выйду на такую зарплату. Если поставить такую цель, потому что я понимаю, что это абсолютно реально. И ради этого стоит что-то делать. Ради этого стоит не смотреть телевизор, не трепаться с соседкой, что все плохо, и правительство славочное и все такое. Но оно себе пусть будет. Оно не ответственно за вашу жизнь. Только вы за это ответственны. Вот. Ну и по поводу, естественно, что эти деньги позволят, да, эти деньги позволят купить машину. Эти деньги позволят уже поехать не в Турцию, а на Гавайи. Эти деньги позволят строить дом или купить квартиру. А самое важное, обучать детей за границей, если дети и внуки этого хотят. По поводу того, чтобы создать миллион, это тоже реально. Но я это сегодня прощелкаю. Потому что, разве что сейчас голова помещает один миллион. Саша, помещает голова один миллион? Будем говорить о том, кто молодой. Вы знаете, я пока ехала сюда, но с моим счастьем мне всегда попадает дяденька, который храпит по полной программе. Поэтому я где-то до полдвенадцатого в коридоре сидела, читала журнал. Мало, может, он прогнется в другую сторону и там меньше будет храпит. Вот. И я прочитала в журнале Network News. Я привезла эти журналы, но с другими статьями. Девочка, которая начала сетевой бизнес в 16 лет. Потому что так сложились обстоятельства, когда она вынуждена была сама о себе заботиться. И это была единственная компания, которую она выбрала, которая заключала соглашение с 16 лет. Ей сказал ее спонсор, состав список на 100 человек. Она говорит, я составила. И по списку начала всем прозвание, встречаться и говорить. 52 отказа подряд. Сегодня этот человек имеет квартиру, имеет машину, летает первым классом самолета. Ей 24 года сейчас. Она имеет, в принципе, очень много. И она говорит, если бы я спокнулась на 13, на 20, на 51, но я поняла, что у меня нет талантов, чтобы что-то создать и потом жить на эти проценты. У меня нет богатых родителей, у меня нет возможности начинать какой-то бизнес. И для нее сетевой был единственным, как она понимала, возможностью вырваться из болота, из нищеты, из той жизни, которой жила ее семья. Вот 52 отказа подряд. Она говорит, я всегда советую, не смотрите на то, что у вас не получается. Умейте видеть то, к чему вы стремитесь. Вот это очень важно. Поэтому доход такой тоже реальный. Сегодня мы знаем очень много людей, которые, сотрудничая с компанией 10 лет, и за 10 лет они смогли выйти. Этот же Садик Дин без колледжа, без высшего образования университетского вышел на такую зарплату. Причем вышел за 5 лет. За 5 лет всего. Его сестра подписалась раньше него. Сестра закрыла золотого интернационального. И на сегодняшний день и осталась золотой интернациональной, а он ее перепрыгнул и закрыл платином. Еще один очень важный момент в маркетинг-планах компании Full Life. Здесь нет обрезания. Вам не надо бояться, что под вами появится активный лидер, который вас догонит и перегонит по званию. Вы всегда с него будете иметь деньги. И у нас есть пример Дэйва Датри, который одним из первых был дистрибьютором, а платиновый ранг закрыл шестым. 5 до него было. В его структуре было 3 уже. Но он из каждого имел 3% начиная с 4 уровня. Вы можете себе представить, если платиновый 1 миллион и возьмите 3%, то не страшно, что тебя кто-то там обгоняет. Поэтому есть смысл приезжать, есть смысл помогать, есть смысл поддерживать, чтобы росли твои партнеры, потому что это очень выгодно. И нет такого, чтобы из-под тебя забрала компания, под себя куда-то переподписала, потому что в компании есть юридический отдел, который за этим очень следит. Поэтому получить этот миллион абсолютно реально. Возможно, вот Саша и другие, кто, да, любой из вас станет первым в своем роду, который станет учредителем вот этого семейного достояния, капитала, который потом уже будете инвестировать. Конечно, вы сможете жить там, где хотите, иметь то, что вы хотите. И сегодня Люба Алимова присматривается за домиком в Ницце, поняла, что языковый барьер она не преодолеет, не финансовый, купить, а языковый. И она решила, что это лучше будет Черногория, потому что там климат тоже хороший, а понять друг друга значительно проще. Что важно? Вы знаете этот график? Когда этапы ведут развитие любого рынка, наша компания вот только вверх, вот еще впереди очень много времени, чтобы бурно развиваться. Не говорю же о том, что есть еще вот такое понятие в эстонской матрице, это тоже очень интересно. Когда любая компания выходит на рынок, или звезда начинает свой путь, или писатель модный популярный, или певица, или сценарист драматур и так далее, они проходят период трудных детей, не присматриваются, им трудно пробиться, доказать себя. Потом начинается период звездности. Длится в зависимости от того, сколько идет капиталовложений, и сколько людей верят в эту звезду и ее поддерживают. Дальше идет период дайной коробки, когда деньги уже не вкладываются, а она катается в лучах былой славы, и по инерции еще на своем авторитете. И потом она переходит в ран, в старая собака. Компания Full Life только вступила в период звездности. И впереди у нее очень много еще времени. И, собственно говоря, и от нас с вами зависит, как долго будет длиться ее период звездности. Но даже то, как она проходит этот период кризисный, очень много компаний развалилось, очень много компаний с падами по продажам. Если компания стабильна, они счастливы. А эти показывают рост по всему международному рынку. И поэтому это очень перспективно. Поэтому мы говорим того, пожаловать в нашу команду, успешную, жизнерадостную команду. Вот компания Full Life, вот будем ездить так все вместе. И, кстати, хочу сказать, смотрите, вот здесь дистрибьюторы разных веток. Вот Люба Алимова, вот ее одна ветка Таня Ящина, она сейчас живет благодаря компании Full Life. Она, собственно, ездит на Мерседесе, а сама в 15 лет тоже начала самостоятельную деятельность. Вот так, это одна веточка Любина. Вот Таня Болгова, это Москва, Люба Каркова к ней ходила за продукцию. Это еще одна веточка. Стрецова Галина Новосибирск, еще одна веточка. И наша веточка, это моя старшая дочка, это Тамара. Мы все дружим. Здесь нет соперничества между ветками. Что ты знаешь, ты рассказываешь всем. Вот на семинаре в Кишиневе приходят с разных веток, потому что максимально все, что ты знаешь, ты хочешь отдать. Чтобы все были успешны, чтобы никто не сделал никакой ошибки, потому что это буверантом возвращается к тебе. Нет того, что с этими не общаться, этим ничего не говорить. Вот это, трансфер-фактор, дружит со всеми органами и системами, со всеми препаратами, точно так, что мы дружим. Это в компании мы. И здесь тоже, кстати, это вообще параллельная ветка, даже не Любина, но тем не менее поддерживаем и здесь. Вот этот руководитель научного отдела, это мы в Великой Конвенции, у них ветер был в стиле Битлз. Вот переодевается человек, вы видели нашего профессора, который переоделся вот так, и радовался, наслаждался жизнью, и танцевал. Вот Мак Кослан. Вот этот президент компании «Стиль Тул», его жена под Битлов переодет и тоже развлекался там со всеми. И представьте себе, что нет охраны и доступ к священному телу абсолютно сто процентов. Кому хочется, можете обняться, процеловаться и сфотографироваться. Вот это наша мема Агарнова, не понимая, почему забитые еще психологически собаковые дистрибьюторы из Украины, России, Казахстана и они идут танцевать, как и все уже танцуют, зазывая. Вот это ветеринар из Пуэрто-Алика, маленькая страна, платиновый, зарплата по идеалу 120-150 тысяч долларов. Вот он стал первым, а Дэй Датри, который стал «Шестой Платиновым», всем своим помогал. Это его жена, ну это мы с ним сфотографировались, это вице-президент компании Джефф Калинин российской. Вот, что будет проблемно? Вот, знаете, вот это будет проблемно для всех, вот кто собирается в апреле 2012 года на конвенцию Филадельфию, вам придется искать наряды. Конечно, это вас будет очень огорчать, что вам придется или жить, или покупать наряды, причем минимум раз в полтора года, потому что на конвенции и так принято, и как ниша, вы идете по сцене, вас фотографируют, вас признают. Это, наверное, самое большое будет напряжение, огорчение, искать вот такие, знаете, как в этой песне «Вы полагаете, все это следует шить?» «Я полагаю, что все это следует шить». Там можно еще и заработать, будусть оплатить себе деньги. Вот эта девочка из, по-моему, Уфы, а это, не помню откуда, они выиграли по пять тысяч долларов. «Ребал». Нет, это, по-моему, Россия. «Ребал» там еще там одна была. Пять тысяч долларов. Просто ваш номер будет разыгрываться, вы можете выигрывать различные суммы. Это тоже мы. Вашу честь, учредители компании «Дэвид, Дианка, Лизанды» устраивают завтрак в такой большой зал и с такими хорошими всякими напитками и нанятками. И вот выступает Дэвид и Бианка, они приветствуют. Отдельно идет рынок Евразия. Когда он сказал, «Никуда ты не побудешь, я буду работать с Россией и Сыридским Союзом». Знаете, какое отношение было раньше? А вот сейчас приветствую. Вот так мы приветствуем. Я просто надеюсь, что в следующий раз на Филадельфии нас будет значительно больше и украинских флагов будет тоже значительно больше, чтобы было кому орать хорошо. Всегда на конференции есть главный спикер. Вот это был Кристофер Гарднер, который «Погонь за счастьем» снят фильм. Есть книжка. Или вы возьмите, купите книжку, фильм «Погонь за счастьем» именно по истории его жизни. Когда он остался один с маленьким 3-летним сыном, без крыши над головой, без работы, и он сумел устоять, сумел сделать свою жизнь такой, как она есть, стать богатым, обеспеченным человеком, не сдался. На предыдущей конференции главный спикер был слепой ампинист. Когда человек выходил на сцену с собакой, мы подумали, какой-то комик или он сейчас будет развлечение. Оказывается, что он входит с собакой, потому что он слепой. Но когда он стал демонстрировать с вами, он закончил колледж, он построил дом, он женился, он родил сына, он усыновил еще одного ребенка. И он альфинист, он покоряет горы. И тогда показали слайд, где он стоит на вершине горы, и он обращается к нам. Если я не зря смог покорить эту вершину, неужели вы не сможете покорить свою? Опять-таки, и все зависит от нас, от силы духа. Как говорил, ралли успеха. На каждой конвенции представители различных стран рассказывают о своих успехах. Я была очень счастлива. На этой конвенции я принимала тоже участие в ралли успеха. Поздравления от президента Стива Тул. И вот, это один, от всего рынка Евразия, 6 тысяч людей. И вот такая честь была выступать. Конечно, была безумно счастлива. Поэтому, если хотите строить свою жизнь, если хотите помогать другим, присоединяйтесь. Присоединяйтесь к этим людям. Они ведут нас за собой, они замечательные. Это очень светлые души. Кто принял решение и готов присоединиться прямо сейчас. Вопрос конкретный для всех. А почему? Да потому что, смотрите, мы заняли места с Тамарой, и места заняли для всех. Сколько свободных мест для всех вас. Это на сцене уровень даймондов. Заняты места. Это наши девочки, они заняли места. Когда вы достигаете ранга президента, вы идете под флагом своей страны. И смотрите, здесь тоже много места между, среди Украины. Это ранг интернациональный. Да, кстати, это Боря Ежов. Кто у нас, вот, Галина, это Борис Ежов, это мы с Тамарой. Тамара дает интервью в сценях и самый высший ранг. Вот этот Джек Элгенберг будет спикером на элитном клубе вот сейчас в мае месяце мы едем. Так, вот этот Дэйв Датри и его жена Габриэлла, это тоже замечательная пара. Двое детей у нее от первого брака, у него один ребенок от брака, двое их общих и один у сыновленных. И они все на сцене, потому что это семья, они все помогают друг другу в том, чтобы достичь такого. И смотрите, даже среди платиновых самый высокий ранг есть места, занятые места для вас. Вот так появляются новые на конвенции дилит. И вот эта фотография, эта уникальная фотография сделала Валерия Ярославович. Вы знаете, когда смотрю на эту фотографию, вот я так мучу свою целую бабушку, радуясь ей и ее успехам. Эта Бианка расплакалась, когда на конвенции выступал из Колумбии представитель, он организовал фонд Дети Чмы. И они через интернет нашли информацию про этот фонд и стали помогать мужчинам, которые помогают таким бездомным детям, устроил жилье, чтобы они кормили, чтобы там какое-то обучение было. И компания выделяет туда деньги. И когда он выступал, он показывал эти слайды, что вот мы сидели в зале, мы не могли сдержать слезы. Она тоже расплакалась, и вот он ее так утешает. Понимаете, искренне, у них 6 внуков. И такие нежные, искренние отношения они сохранили. Это очень дорогого стоит. Ну и если вы хотите жизни яркой, насыщенной, быть здоровыми, финансовыми, независимыми, решение за вами. Смотрите, успех и ключ к успеху, и ключ к успеху в ваших руках. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok